Всем привет! Вы на канале Люськины рецепты. Сегодня будем готовить творожную пасху с начинкой без марли. Кроме вкусовых качеств, огромным плюсом этой пасхи является еще и то, что приготовить ее можно заранее. Таким образом, сэкономить время перед праздником. Подписывайтесь на наш канал и узнавайте еще больше вкусных рецептов и полезных кулинарных советов. В небольшой сотейник наливаем 200 граммов сливок жирностью не ниже 20%. Добавляем 1 яичный желток. Размешиваем до однородного состояния. И отправляем на небольшой огонь. При постоянном помешивании доводим массу до кипения. Провариваем буквально 10 секунд. Снимаем с огня и даем полностью остыть. Чтобы смесь не заветривалась, периодически ее перемешиваем. Тем временем, высыпаем в глубокую миску 360 граммов жирного творога. Добавляем щепотку соли. Пакетик ванильного сахара. И хорошо разминаем творог погружным блендером. За неимением блендера, творог нужно протереть через сито. Или пропустить 2 раза через мясорубку с мелкой решеткой. Затем добавляем в творожную массу 150 граммов вареной сгущенки. 120 граммов сливочного масла, размягченное при комнатной температуре. Размешиваем до однородности. Вливаем остывшую заварную смесь. И хорошо взбиваем миксером или венчиком. Должна получиться пышная воздушная масса. Дальше берем пасочницу, которую заранее нужно обмотать пищевой пленкой. Ставим ее вверх дном на тарелку. И заполняем приготовленной творожной массой. Причем делаем это слоями. Чередуя с вареной сгущенкой. Сгущенки для начинки понадобится примерно 100-150 граммов. Выдавливаем ее посередине, не доходя до краев. Размер моей пасочницы такой. Вверх 5 на 5, вниз 12 на 12, высота 11 сантиметра. Стараемся наполнить, чтобы не было пустот. Хорошо разравниваем последний слой. Накрываем пищевой пленкой. И отправляем в морозилку не меньше, чем на 6 часов. В данном случае прошли почти сутки. Снимаем верхнюю пленку. Накрываем пасху тарелкой, в которой будем подавать. Переворачиваем. Освобождаем от формы. Срезаем по углам лишний, если есть такая необходимость. И даем пасхе немного оттаять, часа 2-3. Обязательно в холодильнике. Ни в коем случае не при комнатной температуре. Перед подачей на стол готовим украшение. Небольшую плитку темного шоколада делим на 2 части. Одну из них трем на крупной терке. А вторую растапливаем в микроволновке или на водяной бане. В жидкий шоколад добавляем пол чайной ложки рафинированного подсолнечного масла. И хорошо перемешиваем. Достаем пасху из холодильника и поливаем тёплым шоколадом. Формируем потёки, как вам нравится. Пока шоколадная масса полностью не застыла, высыпаем сверху 1-2 чайных ложки шоколадной стружки. По центру делаем углубление, имитируя гнездо. И помещаем туда цветные дрожжи, напоминающие по форме яйца. Низ пасхи обсыпаем тёртым шоколадом по всему периметру. Дополняем композицию все теми же дрожжи и листиками мяты. Вот и всё! Очень вкусная творожная пасха с начинкой готова! С наступающим праздником Пасхи! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал! Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях! Подписывайтесь на наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok